предварительно устанавливаем люк и прикручиваем закладные для установки люка по бокам тоже устанавливаем закладные выставляем люк в одну плоскость с инсталляцией после чего прикручиваем класть плитку начинаем со второго ряда лишний клей удаляем оставляем только для люка то же самое повторяем со следующего ряда корректируем и проверяем плоскость для того чтобы не было сколов при снятии фаски мы полируем край плитки на 1 мм при распилке фаска не дает пойти сколу на основную плитку подкорректируем и приступим к укладке люк мы зафиксировали малярной лентой устанавливаем лазерный нювелир и отмечаем в местах ограничения плитки после чего производим укладку откосов лазерный нювелир и отмечаем в местах ограничения лазерный нювелир обходим дверь обходим дверь после полного высыхания проверяем работоспособность люка Все ли мы сделали правильно? Проходим жидким мылом в наружную сторону люка А также поверхность плитки Наносим силиконовый герметик Лишнее удаляем Друзья, желающих посмотреть весь процесс работы Подписываемся на канал, будет интересно Так как на эту плитку СВП применить невозможно из-за ее структуры Мы решили синхронизировать плоскость с ограничителями То есть отходами от СВП Они прекрасно справляются со своей задачей Субтитры сделал DimaTorzok Берем алюминиевый профиль Два на два Предварительно Сверлим отверстия Затем Делаем отметки И сверлим После чего производим монтаж профиля Добавил субтитры сделал DimaTorzok Устанавливаем гипсокартон И прикручиваем Сверлим отверстия Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Проверяем точно ли мы Выдержали размеры Под подсветку По бокам будет производиться Монтаж контейнера под подсветку А в верхней части Блок питания Для подключения подсветки В нужном нам месте Оставляем закладную Под раковину Сверлим отверстия Под розетку И после чего Производим укладку керамогранита Проверяем Правильно ли мы Рассчитали толщину клея Под контейнер подсветки Продолжаем укладку Производим монтаж Молдинга Продолжение следует... После полного высыхания, также проверяем нишу под контейнер подсветки. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Я думаю, что все получилось. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok